Гаубица отрабатывала по позициям в стороне от нас, слегка промахнулась, но так промахнулась, что чуть не попала. Сидел в окопе, нес службу и, в принципе, отделался легким и слугом. Везение решает все. Есть ситуация, что ноги, руки на месте и жизнь. То есть повезло, ты остался живым, а не повезло, буквально метр от тебя его уже нет. Ну, типа так. Уронили каску в суматохе перед этим, незадолго до прихода, собственно. По роду моих возможностей я коммуницирую с ребятами из разных стран, которые воюют. За правильное дело. И поскольку в Украине чуть-чуть туговато, во-первых, понять менталитет ребят, которые приехали воевать сюда. Во-вторых, барьер языков тоже чувствуется. Поэтому получается так, что я стараюсь по всем направлениям помочь, скоординировать. Украина для меня это дом. Во-первых, я здесь родился, во-вторых, мне здесь очень-очень нравится. Даже все те годы, которые я не жил в Украине, я сюда ездил стабильно в год раза три-четыре. У меня тут и друзья, и семья тоже осталась. И вообще после такого вот world trip, который я сделал в свою жизнь, я думаю, что для меня, для Жиг, Украина, это самое идеальное место. Люди очень интеллигентные, очень добрые, простые на самом деле. Ну, как для меня, здесь просто шикарно. И хочется гулять, радоваться. Ну, как бы живешь жизнью. То есть не систематическая, не закрытая такая европейская такая вот мышление какое-то, а наоборот, у тебя здесь свобода. Вот реально настоящая свобода, которую там все пропагандируют и в Европе, типа, мол, у нас все хорошо, а тут типа плохо. Но на самом деле тут все наоборот. Вот в Украине ты можешь чувствовать себя и делать то, что ты хочешь, тебе никто ничего это не скажет, не заметит, ну, в рамках нормального. Вот, а Европе тебя ставят в рамки. Поэтому за Украину до кинца. Ну, во-первых, я вывел свою семью неделю до за границу, ну, обратно, туда, куда я. Ну, и пусть я не очень верил, я знал, что будет, но я не хотел, как бы, в это верить. Ну, в 4 и в 5 утра. Около моего дома. Вот, я проснулся, я уже позвонил туда-сюда, короче, и, ну, понял, что пошла, короче, война. Сегодня пришел час обвестить об створении наступной войсковой формации полку Калиновского. Боротьба отрывая. Протягнем славутые традиции наших протков. Жыве Беларусь! У меня был знакомый хороший, вот, у него был такой же знакомый хороший, который является, ну, одним из, скажем так, являющих людей в полку Калиновского. И, в принципе, мы с ним обговорили, он сказал, какая задача, что планировано, что надо делать. Вот, я подписался под это, и, в принципе, вместе с ним, когда, находясь тогда еще в Польше, вот, а я Львов-Киев, в принципе, я помогал и делал все задачи, которые были мне поставлены. У меня по истории мой батя, он в мои годы, он погиб, как бы, я с ним был в таких отношениях очень температур. Вот, и я понимаю, что, ну, сын приоритет, как-никак, не надо, чтобы сын рос, и птиц был рядом. То, чего я, ну, как бы, не очень так давал дупляду до войны, когда ты что-то теряешь, понял, ты, типа, ну, осознаешь. Я думаю, что я стал более решительный, я думаю, что я стал осознавать проблемы других. Как ни смешно и странно, я стал больше любить мир. Ты перчатки с меня снимаешь. Нет, я хочу тебе за тебя, ну. Не хватает, во-первых, конечно же, своего сына, по-настоящему видеть, как бы, как отец сына должен делать. Ну, я понимаю, ситуация такая, ну, как бы, все равно факт есть факт, там, я думаю, что многие ребята, у которых есть дети, как бы, согласятся. Ну, не хватает, конечно, разгрузки какой-то морально, ментально, то есть физически какой-то, чилл-аут какого-то такого. Вот, напряжение идет, как бы, я думаю, что очень много, все раз то разговаривают, там, психологом, да, как бы, я в том числе, как бы, нормально. Вот, и постоянно, как бы, башню настраиваешь. Ну, как бы, это моральная, какая-то планка падает, вот, ну, все нормально, как бы. Есть ребята, которых она намного больше, хуже, типа, я, ну, я не жалуюсь. Вот есть смешная и грустная одновременно, как бы, эта история, чтобы не действовали сразу по военке. В общем, ну, пошли, типа, на, там, задачу, то есть не такое, что в Бахмуте было. На разведочку, да, там, перед, перед самой операцией, в общем, попали, короче, в засаду, начались. Ну, и начали, короче, эвакуировали, там, пацанчика одного ранило. Наши все зашли, наши все вышли, вот, ну, и я побежал, так, и грустно упал, вот, ну, когда я грустно упал, надо мной просветило. ну пролетела очередь но в итоге все нормально просто потом вспоминали как бы смеялись такой форс-мажор смешной веселый но и удачный мы заходим в окопы работает наша арта там проработала одну первый раз так мощно что я думаю это первый раз как из тех моментов когда там и хаммерсы работали очень сильно вот было очень жарко было противно мухи летали это был сам жесть но с 5 утра до 9 утра но и в итоге получилось так что штурмовать не там не очень сильно получилось а в самом бою как бы но этот романтика которая как обещает она сможет со стороны это вообще не так это страшно тот момент ты не чувствуешь что именно то страха ты не чувствуешь когда ты же входишь в это то есть до какой-то до до самого момента да ну ножки дрожат к бы не спорю вот потом все тело включается мозг его переключается и ты делаешь свою работу талисманщик но у меня в машине всегда ну как думаю каждого есть фотография своего сына ну там детей своих вот это мой талисманщик вот но самое смешное как бы я дал моему по братему в ультнат он тоже есть такой в рунах разрисованный как и я вот и когда ему то дал где-то полтора года назад и вот с ним проходит и не с ним все хорошо везет все четко метка и ну он оперативно работает очень вот их сила хвастается вот этим талисманом вот когда его вижу козь вот 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 поэтому я думаю что я как-то приношу ему удачу не то есть забрать себе наверно с эти пожарные но увлекаясь увлечения ну конечно же полигон стрельба как бы стреляю далеко метка хотя бы это не так говорят в принципе ну и как бы работа забирать все время в основном поэтому как бы кого-то либо ухищение на цена на цивилке кабы его нет единственное что вот есть разгрузка в это конечно вот в спортик она очень не помогает и так пока все закончится насчет тату блин начал в 15 лет сделал на спине маме наврал что это сотрется через пару лет вот но потом она чуть-чуть прибавилось прибавилось месяц все тело обколото почти что до головы дошел ну не считая смельчак я думаю просто люди которые по европе тусуются думаю не я там просто ну один из ребят которых тренировки да ну даже в украине нормально хорошо как бы я спи в россию скажем так с с очень разным контингентом людей никогда не получал никакого замечания не было проблем думаю человек это не и татуировка человек он человек вот если него татухи у него не порт не делать его лучше мечтаю во первых это быть растить своего сына минимальная такая вот базовая банальная хотелка в общем и но вернуться к прежней цивильной жизни но уже с опытом который пройдет сейчас я думаю но мне очень просто будет балансировать мою жизнь далее понимать что такое проблема на чем дошло до переживать потому что до войны ты как бы ты понимаешь твои проблемы по сравнению сейчас это ну это трэш вот и ну просто жить быть наслаждаться отдыхать радоваться вот ну вообще позитив как бы я сам по себе человек такой я всегда ну я говорил что там там мизантроп такой людей не очень сильно это люблю но по факту по факту по факту из-за вот комочком маленького комочков хороших людей кабы ну все-таки надежда есть какая-то хочу також привітати наших братців белорусів з великоднем и подякувати им за допомогу в борьбе з нашими загарбниками які прийти на нашу землю і хочу побажати ще белорусам які знаходяться по той бік хлопці виборюте свою свободу дивіться на ваших братів і ми вам будем так само допомагати слава украине и мы и белорусы ну в одной тоже качели мы солидарны с ними они я знаю солидарны с нами что очень радует и желаю что все закончилось чтобы люди получили ту свободу которую не хотят идентичность своей нации которые они хотят которые не принадлежат и чтобы один человек не диктовал им что делать как делать но и самое главное чтобы эти два народа дружили между собой потому что наша дружба будет укреплять вообще политический регистратор район вот и я верю что после войны вот я думаю что да таки будет конечном итоге вот и наши народы будут не только воевать вместе а и просто отдыхать гулять и дрыть жить дружно